Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Живем вместе с парнем, пишите вы мне 27, ему 29. Год назад его друг совершил надо мной насилие, я посадить его не смогла. Мой парень со временем меня простил, но теперь обида у него на меня, и он намекает на любовность, но он со временем со мной дома. Как мне себя с ним вести? Как реагировать на эту провокацию? Ну, с одной стороны, хорошо, что вы понимаете, что эта провокация дает некоторую надежду относительно того, что вы сможете выйти из непростой ситуации, в которой вы оказались, вот, сможете из нее выйти, сможете как-то вот принять решение соответствующее. Вот, так что-то хорошо. Смотрите, во-первых, если над вами было совершено насилие, то это всегда правда. Это первое, что нужно иметь в виду. То есть, это серьезная психологическая, а не только физиологическая травма. И с этой травмой нужно работать. С этой травмой нужно работать. Почему? Потому что бесследно такие вещи не проходят, к сожалению, вот. Это первое. Это одна из таких вот, ну, достаточно серьезных травм, негативных воздействий на человека, вот. И, соответственно, здесь можно говорить о том, что вы, вероятно, до сих пор, до сих пор находитесь под влиянием этой травмы. Вот. Ну, вероятно, вы чувствуете себя беспомощно, вероятно, вы чувствуете себя может быть, как-то еще достаточно негативно. Вот. Я не буду здесь описывать все возможные состояния ваше, вот, поскольку это не совсем этично. вот. Но, тем не менее, а, ситуация отпаковать, что в общем и целом, а, значит, травма достаточно серьезная. Вот. Это, пожалуй, первое. и вам необходимо, значит, с этим поработать. Вот. Следующий момент, вы говорите, что он ваш парень, да, простил вам. И, на мой взгляд, я бы уделил внимание тому, какие у вас с ним отношения, что он вас прощает за то, что он над вами был сложный насилий. То есть, как вы, может быть, к этому относитесь, что он вот, он так себя повел и так это воспринимает? Что у вас общего? Вот. То есть, как бы, что вас объединяет? Вот. Это очень важно, потому что вам нужна поддержка, а он, получается, на вас все за что-то обижается. Эту историю, это он воспринимает на свой счет. Вот. Да, конечно, для него это тоже не самая приятная история, это правда, но с вашими ощущениями не сравнить. Поэтому тут немножко его позиция, на мой взгляд, выглядит странно. Поэтому определитесь, пожалуйста, с тем, как вы воспринимаете тот факт, что он на вас еще обижается. Да? Вот. И, как бы, как вы к этому относитесь, вот. То есть, проговаривали ли вы это, обсуждали ли вы это, вот. И тогда, это первый аспект. Второй аспект, вы говорите о том, что он намекает на любовниц, вот, но он все время с вами думал, вот. А каким образом он пришел к идее любовниц? То есть, если я правильно понял, парень не поверил, что, значит, над вами было совершено насилие, и думает, что вы врете ему, оправдывая, тем самым, как бы, вот, свою связь, значит, с другом. Вот. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но выглядит вот, пока так. Вот. То есть он вам не верит. Это, как мне кажется, отсылает нас к вопросу доверия в ваших отношениях. Как мне кажется. то есть, если парень вам не верит, ваш, если он считает, что вы его обманываете, например, и если по факту он хочет вам, получает вам, опомстить, то опять же, здесь возникает следующий вопрос. Как вы к этому обманываете? Как вы это воспринимаете? А, ну вот. Конкретно. Конкретно вы как к этому обманываете? Потому что вы говорите о том, что нужно как-то реагировать на его провокацию, на его провокацию, это следствие. Ваши взаимодействия. И реагировать на его провокацию, в том числе, можно по-разному. исходя из контекста ваших отношений. Вот. Понимаете? То есть, я имею в виду, что если вы знаете, вот, там, допустим, своего молодого человека, как, ну, например, чувствительного, ранимого, очень чувствительного, очень ранимого, и вы понимаете, что его реакция может быть связана с этим, то реагировать, имеет смысл одним образом. Если вы знаете своего парня, как представителя, вот, ну, условно говоря, какого-то другого характера, то вам нужно реагировать на это с этой позиции. То есть, все вытекает из ваших отношений, как вы понимаете. Вот. А какие ваши отношения, не ясно. Потому что очень мало информации о них. Ну, по факту, по факту нет, нет по факту информации, да, то есть, вы просто вот в довольно общих, получается, чертах просто как бы описали ситуацию. Вот. Да, да, кстати, ситуация, безусловно, волнует и тревожит, но все-таки нужно посмотреть в данном случае на более полную, так скажем, картину. Вот. Чтобы лучше в ней ориентироваться и лучше понимать, что происходит. Вот. Соответственно, возникает вопрос. Почему у вас имеется трудность с тем, как реагировать на эту провокацию? Может быть, неуверенность в себе из-за того, что вы не смогли посадить насильника. Вы не уверены в себе, потому что, там, например, сами сомневаетесь, да, вот, в себе или в чем-то еще, например, опять же повторюсь, я не знаю, я просто сейчас предполагаю, вот. Либо вы испытываете чувство вины перед своим молодым человеком, потому что он вам, ну, пытается его транслировать. И у него это успешно получается. То есть, в чем ваша загвоздка в данном случае? Я уверен, что вы как-то уже реагируете на подобные провокации. Но почему-то вы считаете эту реакцию для себя, ну, вот, неприемлемой может быть. Или еще какой-то, какой-то. в этом. То есть, вы подвергаетесь здесь себя сомнению. И, соответственно, как мне видится, обратить внимание вам нужно, в первую очередь, именно на этот аспект. И уже потом, дальше, научившись, например, полагаться на себя, двигаться в сторону, которую вы захотите, в сторону, которая вам близка, например. Сейчас такой стороны я не вижу. Потому что, ну, выглядит все так, что вы во всем виноваты. Значит, вдруг не виноват ни в чем. Да, вы плохая, потому что пыталась его посадить. Вот. У вас не получилось. Вы, соответственно, себя, там, например, еще больше дискредитировали. Да. Вот. И с вами теперь вообще можно не считаться. Вот. Так это выглядит, по крайней мере, сейчас. Вот. Я понимаю, что могу быть в данном, в данном конкретном случае не прав, я понимаю, что могу ошибаться. Вот. Но то, что я говорю, является моим предположением. Вот. Может быть, это отличается, так скажем, от того, чего на самом деле происходит. Вот. Потому что, если представить, если предположить, что у вашего парня тоже подправлен из-за этой ситуации, вот, то вам вдвоем нужно обратиться к психологу для проработки ваших проблем. Вот. Проблем в отношениях, проблем во взаимодействии и так далее. Вот. Ну, как-то, ничего такого не происходит. Судя по тому, что вы описываете. И это, конечно, вызывает некоторое беспокойство. Вот. Так что, я думаю, что на ваших сторонах, я думаю, что ваш вопрос имеет смысл как-то вот глубже несколько посмотреть. На ваш вопрос имеет смысл как-то вот более приближенно посмотреть. чтобы увидеть, постараться увидеть все тонкости, все нюансы вашей ситуации. и помочь вам не, как бы, найти ответ на вопрос, а помочь вам, в первую очередь, разобраться в себе. Чтобы вы сами услышали и узнали тот ответ, который есть у вас. Потому что я верю и знаю, что он у вас ответ есть. Просто вы пока что его не слышите. В силу ряда причин. Вот. Это может быть и общая неуверенность в себе. Это может быть и следствие, следствие травмы. Это может быть и следствие ваших, ну, следствие вашего взаимодействия с молодым человеком, да, если ваш мужчина вам не доверяет, к примеру, то, конечно, несколько сложно как-то, ну, вот, доверять себе тоже. Вот. Хотя, на мой взгляд, это необходимо. Вот. То есть мне кажется, мне кажется, что в какой-то момент вы, взаимодействуя с своим молодым человеком, находясь с ним в отношениях, вы начали себя терять и сами не заметили как. Вот. Ни в коем случае не хочу вас обвинять, ни в чем. Но просто хочется вот, чтобы вы попытались увидеть это вот с такой стороны, да, что вас, мужчина, должен, получается прощать за то, что с вами вообще как-бы проявляшло. Вот. А вы как-то не доропитесь ему говорить о том, да, что, как-бы, ну, над кем вообще насилие бы совершил. То есть, как бы вы не торопитесь на это говорить, а напротив, как будто вы пытаетесь с одной стороны его одобрение, его прощение получить, то есть вам важно, чтобы он вас простил. С другой стороны, вы как-то вот хотите или боитесь, что, значит, что он вам будет изменять. Он вот говорит про любовниц, и намекает на них, и вам от этого больно. То есть, вы как-то в данном случае его ревнуете. Вот. Если вы боитесь его потерять, ну вот, своего мужчину, да, как-то вы боитесь, к примеру, остаться одна или как-то вот чувствуете свою привязанность к нему, вот, излишнюю за вашим ощущениям, то с этим, на мой взгляд, тоже нужно работать. Вот. С этим, на мой взгляд, тоже нужно взаимодействовать, чтобы это снижалось. Дабы, вы чувствовали себя несколько более естественно, несколько более стабильно, несколько более, что называется, собой. Сейчас, по моим ощущениям, вы себя собой не чувствуете. И последнее, последнее, на что я хотелось бы обратить ваше внимание. Если мы говорим конкретно про то, что вам делать, да, вот, как реагировать, то прислушайтесь к себе, постарайтесь заметить, какими чувствами вы на это реагируете. Вот. И подумайте над тем, как можно было бы вам это выразить. Понимаете, да? Вот. И уже, исходя из этого, действуйте. просто, позволить себе размещать в компакте свои переживания. Вот. Ну, конечно, не переходя на его личность, потому что, там, если вы будете переходить на его личность, вот, то это, в общем-то, ни к чему хорошему не приведет. Это приведет только к тому, что вы поссоритесь. Поэтому от этого мне бы хотелось вас оградить, конечно. Вот. Ну, и чтобы вас это еще больше не травмировало, да? То есть, ну, чтобы вас это еще больше не навредило, с точки зрения вам. Чтобы это еще больше не навредило, именно с точки зрения, значит, психологического состояния вашего. Вот. Здесь, с другой стороны, не менее важно, чтобы вы были внимательны к своим ожиданиям. К тому, что вы ждете от человека. Потому что, если вы ожидаете от него чего-то больше, чем он реально может вам дать, например, то, опять же, ничего хорошего от этого не получится, и вы будете общаться, ну, вот, в какой-то степени все воображаемым человеком, но не с реальным. Вот. И, в общем-то, все, что вы можете в такой ситуации почувствовать, это только разочарование. Вот. И разочарование, ну, достаточно серьезное, особенно если ваш молодой человек уже имел какой-то опыт вас разочаровать. Вот. Но вы, опять же, это в себе подавили. Допустим. Ну, и такой, такой вопрос, больше на подумать, возможно. Как часто вы в себе что-то подавляете, как часто вы, ну, вот, как-то вы нажимаете какие-то свои проявления. Нужнаетесь ли вы в том, чтобы вас защищали, например? Чтобы вас защищали. Нужнаетесь ли вы в том, чтобы вас оберегали по ощущениям, по вашим. Вот. Если да, то вам крайне желательно данный аспект несколько, вот, подкорректировать. Потому что это может быть проблемой при выстраивании отношений с, ну, вот, значит, с мужчинами, вот, и с людьми в целом. К сожалению, к сожалению, хочется сказать, что последствий, травмы, с которой вы столкнулись, избежать не удастся. Даже если вы сейчас делаете вид, что все хорошо. Чем быстрее вы признаете, что была трагедия, чем быстрее вы начнете оплакывать эту трагедию, уделять этому внимание, естественно, в конструктивном ключе, а не в ключе самопичевания, тем быстрее вы сможете обрести внутреннюю гармонию и сможете устраивать лучшие, адекватные отношения с мужчинами или мужчиной, вот, где не будет места для провокаций. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.